В детстве мы с друзьями часто лазили по этой заброшке. Знаете, бывают такие осколки пост-СССР? Величественные развалины, в трёх цехах склад одежды из Европы, в остальных тьма и запустение. Но, в общем-то, этот завод за дело закрыли ещё даже до перестройки. Мутная история. Кто-то из ЦК, что ли, покалечился на инспекции. Закрыли и закрыли, в общем. А нам было по девять каждому, только Машке восемь, и мы туда сбегали. Летом костёр устроить, зимой построить башену в нетронутом снегу. Осенью покидаться грудами листьев. Весной туда не попасть было. Весь двор превращался в болотище. Трактор был топ, не то что мелюстка вроде нас. И мы в детстве, вся наша дворовая команда никогда не говорили о проломе. Помнили о нём. Близко не подходили. Строго блюли детские правила. Не оставаться дольше, чем на час после темноты. И не заходить в комнату с проломом. Сейчас я понимаю, что там был, наверное, монтажный цех. Оборудование давно растащили. Но валяли шаблоны для проводных жгутов, всё такое. Пролом царил над дальней стороной комнаты. Примерно квадратный метр стены вынесли изнутри чем-то так, что кирпичи были вроде как опалены. Взорвалось что-то. Наверное. Вся стена выше была. Хотя почему была? И до сих пор покрыта копотью и сажей. Знаете, как окно горевшей квартиры в точности? Выбитые кирпичи валялись там же. Но вот что странно. В этом самом квадратном метре никто из нас детей не мог ничего углядеть. Ну ладно, весь тут угол. Дальняя же затягивала такой полутьмой. А сам провал как глаз там торчал. Чёрный мерзкий глаз. И на полу там, в том цеху. Мы не заходили, но любопытно заглядывали в яркие зимние и ледние дни. Как будто вытоптана была дорожка от пролома до одного из столов. Причём такая глубокая. Прямо клетка на полу немного втоптана, как старые ступеньки. Мы так и не смогли придумать, кто мог продоптать и эдакую тропу. Но в детстве мы были умнее. Мы соблюдали простые правила. Не оставаться больше, чем на час после захода солнца. И никогда не заходить в эту комнату. А что сейчас? Я рассказываю это по очень простой и глупой причине. Мы, наша дворовая команда, недавно собрались снова. Неделю назад. Все уже пузатые, взрослые. Кто и с детьми. Машка не пришла, у неё мелкий заболел. Повезло Машке. А мы все четверо оставшихся. Я, Аня, моя жена уже пять лет. Игорь и Стас. Решили устроить пикник в историческом месте. Четыре дебила. Мы забыли про правила. Мы выпили по маленькой. Расхрабрились и полезли щупать провал. Аня осталась снаружи. Не поперлась с нами. А мы прошли по этой дорожке втроём. Я споткнулся аж облона промолчал. Потому что солнце зашло два часа назад. С фонариками казалось не так страшно на залитые глаза. Я шёл последним. Игорь первым сунулся в пролом. Сказал чуваке, нихрена не видно, переступил край. Фонарик светил внутри. Стены все были как закопчёные. Следом шагнул Стас. Я остался снаружи. Посветить, если что. Меня хлопнуло по плечу. Я повернулся. Думал, Анька перестала трусить и подошла. Но за спиной никого не было. Бледная Анька с фонариком маячила за порогом. И тут за спиной заорали. Я ничего не видел. Я решил, что не дурак. Не рванул вперёд по дорожке, снова пнув чёртов шаблон. Схватив за руку Аню, когда мимо пробегал. Я её потащил за собой. Кричали только один раз. Вроде оба. А я умчался так, будто за мной все чертя догнались. Только выбравшись через дыру в заборе, Анька тормозила как-то. Я ей синяков на руке наставил. Я тормознул отдышаться. За мной никто не гнался. Только я и Аня. Стыдно вдруг стало. Чего рванул, как полуумный. Но потом я посвятил на жену. И сам почувствовал, как водки в крови резко не стало. Она была вся седая. Даже брови. Ей глаза огромные, чёрные. Так зрачки растянулись. И губы трясутся. Ничего сказать не может. Кровище течёт под подбородку из прокушенной губы. Фильм ужасов. В психушке я её навещаю каждый день. Врачи не знают, что с ней. Вроде от ужаса речь отнялась. Сегодня она заговорила первый раз. Сипла прошептала, а не здесь. Кто, как, зачем. Ушёл домой я с тяжёлым сердцем. Бутылку взял. О чём она говорила, я не знаю. Но вот вернулся. И монитор у компьютера странно моргает. И как-то холодно дома. Неприятно. В соседней комнате звенят ложками. Там Стас накрывает по сто грамм. И слышу, как Игорь смеётся. Подождите. То... Схожу проверю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...